Так, немножко сбился. Нет, ничего страшного. Давайте я снова напомню, на чем хотелось бы сфокусировать внимание. Поскольку вы специалист в сфере арбитражного управления, как я понимаю, финансовое оздоровление, не исключено, что вы будете заниматься и проблемами банкротства граждан. У вас лежит сфера интереса в этом направлении, Игорь Альбертович? Банкротство граждан, как вы это рассматриваете? На самом деле, к этим изменениям закона у арбитражных управляющих двоякое отношение. Да, с одной стороны, очень низкий гонорар, как вы помните, 10 тысяч рублей. Вот я как раз пояснил. То есть, в принципе, в законе о банкротстве есть, например, понятие, но еще давно это, оно где-то с 2005 года начало широко использоваться, банкротство отсутствующих должников. Там вознаграждение тоже 10 тысяч за всю процедуру. Ну, там, правда, проценты побольше, 10% от взысканной конкурсной массы. Вот, но, то есть, опираясь на вот этот предыдущий опыт по банкротству отсутствующих должников, некоторые арбитражные управляющие хотят работать массово. То есть, взять даже не десятки и сотни, а тысячи должников. И, соответственно, банкротить. А почему бы и нет? Что этому мешает? Раз и закон ограничивает количество дел, которые может провести в год арбитражный управляющий? Я сейчас попробую просто поподробнее рассмотреть. То есть, тут, как бы, получается копейка-копеечки, получается, в итоге... Солидные суммы, да? Вот, но, на самом деле, даже вот в рамках отсутствующих должников была в регионах и даже судьях разных, разная практика. То есть, многие суды, судьи, они по отсутствующим должникам пытались приблизить, как к обычным должникам. То есть, ну, например, по сдаче отщетности. Вот, сами понимаете, одно дело, когда сделал запросы необходимые, получил ответы, провел собрание и закрыл должника. Другое дело, когда ты проводишь все необходимые мероприятия, как для обычного предприятия, ну, сдача отчетности бухгалтерской, там, это, во все органы, проведение там собраний и прочего. То есть, если брать... Вот сейчас, это и в рамках упрощения, кажется, равного доступа, несколько лет назад стали публиковать все сообщения на фидресурсе. Раньше в Коммерсанте была публикация, в российской газете. Сейчас и в фидресурсе. Сейчас есть изменения, ну, в законе он собирается вести, когда все, вот, только достаточно на фидресурсе. Так вот, на фидресурсе сейчас публикуется, ну, достаточно много информации о проведении собрания кредиторов, о результатах проведения собрания кредиторов, о введении процедуры, о назначении торгов, там, о заключении договора. Кстати, публикация платная, бесплатная для граждан, как вы думаете? За все платить нужно. Единственное, что, ну, скажем так, вот, в том же самом Коммерсанте...